Здравствуйте! В эфире событий. В студии Олег Зверев. Мы работаем в прямом эфире. И вот главная тема выпуска. Полтора миллиарда на дороге. Самарские объекты могут получить дополнительное федеральное финансирование. Самара-арена станет теплее. Виталий Мутков высказал рекомендации по строительству стадиона. Камера в помощь инспектору в ГИБДД фиксирует снижение аварийности на участках с наблюдением. Новый поворот в расследовании по факту гибели матери троих новорожденных. Возбуждено уголовное дело. В первый раз в первый класс в Самарской области стартовала электронная запись в школы. Самара-арена, Московское шоссе, гостиница, ход строительства объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года сегодня оценил вице-премьер правительства России Виталий Мутко. По его словам, на главной спортивной стройке, цитата, колоссальный прогресс. А сам стадион он рекомендовал сделать более теплым, чтобы болельщикам было комфортно в любое время года. Подробности визита в репортаже наших корреспондентов. Через полтора года Самарская арена примет шесть матчей мирового первенства, четыре группового этапа, в том числе и матч сборной России, одну четвертую и одну восьмую финала. По информации генерального директора строительной компании, работы идут с незначительным отставанием от графика. Готовность объекта 50%. Продолжается монтаж временных поддерживающих и основных металлоконструкций. На прошлой неделе начались работы по остеклению трибун. Сейчас на объекте задействованы около 1700 рабочих и 140 единиц техники. Все работы на Самаро-арене должны завершиться в декабре 2017 года. В ходе рабочего визита осмотрели и гостиницу, которую обещают сдать уже в декабре. Построены два этажа паркинга, уже там заведена кирпичная кладка, ведутся отделочные работы. Монолит можете созерцать за моей спиной. Работы ведутся круглосуточно, суббота-воскресенье. Думаю, что и практически уверен, что график мы соблюдем на 100%. Темпы строительства оценил вице-премьер страны Виталий Мутко. Впечатлениями от увиденного он поделился на расширенном совещании по подготовке Самары к проведению чемпионата мира по футболу. С точки зрения концепции проведения чемпионата, Самарский регион – один из важнейших. Программа подготовки включает 82 инфраструктурных объекта. На совещании Виталий Мутко высоко оценил и подготовку спортивной инфраструктуры. Отметил необходимость создания в ближайшее время службы эксплуатации стадиона. Особую оценку получила концепция размещения футболистов и болельщиков. Прогресс за последние два месяца колоссальный. Это надо отметить. И, в принципе, мы видим, что строитель возвращается по настоящему в стройку. Концепция размещения гостеприимства, она отработана. Мы, Николай Иванович, посмотрели сейчас последний объект Лотоплаза, который там строится. В общем-то, каких-то там тревог тоже нет, но в целом все равно надо держать это на контроле, потому что здесь для нас это важно. Это гостиница, которая будет принимать команду номер два, так условно. Поэтому она очень важна с точки зрения концепции проведения и подготовки чемпионата мира. Осталось, по большому счету, год практически такой активной работы. Это уже не так много времени. Мы знаем, представляем, объем работ пока очень большой, но мы видим, что все реально можно реализовать. И на стадионе я согласен с вами, что там сейчас активно идет движение. Мы будем любую помощь оказывать, может быть, в технике, в людях, там, или подрядные организации какие-то дополнительные. Также была отмечена серьезная работа по реконструкции Московского шоссе, которая после окончания стройки на порядок улучшит качество транспортного обслуживания жителей и гостей Самары. К чемпионату мира по футболу на ремонт дорог в Самаре потратят около 20 миллиардов рублей. Особое внимание в следующем году уделят также благоустройству города и реконструкции фасадов домов. Марина Кравцова, Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События. И более миллиарда рублей планируется выделить из федерального бюджета на строительство дорог в Самаре. Об этом рассказал депутат Госдумы Леонид Симоновский на встрече с губернатором Николаем Меркушкиным. Еще 550 миллионов на дороге Тольятти. В ходе встречи обсудили также финансирование строительства Фрунзенского моста, новые школы в Южном городе и участие региона в других федеральных проектах. Еще одной темой беседы стала подготовка к празднованию юбилея первого автомобиля ВАЗ. Основные объекты будущего года – это спортивные объекты и две поликлиники, которые очень нужны для Тольятти. Вот этот парк Олья, скажем, слава или не слава, как он название, первостроителей. Для нас этот объект важен, там где-то 200, по-моему, 70 миллионов рублей сумма. Мы посмотрим, может быть, с учетом партииных проектов, можем туда включить. Партия делает программу дворов, программа дворцов культуры в малых городах до 300 тысяч, программа парков, да, значит, и, безусловно, тоже по мере возможности можно будет или надо будет какие-то деньги на область делать, потому что тоже вопрос, безусловно, такой стоит. И если это будет, то, я думаю, что для людей это будет приятно, прилично и правильно. Региональное отделение партии «Единая Россия» определилось с датой проведения отчетно-выборной конференции – 26 ноября. Партийцы должны принять решение об изменении численного состава полицовета, его планируется сократить втрое. Кроме того, будут скорректированы списки депутатов губернской и городской думы после выборов 18 сентября. Часть народных избранников перешла в вышестоящие парламенты, а их мандаты на прежнем месте достанутся тем, кто следует далее по списку. Дело в том, что ряд городских депутатов города Самары перешел в губернскую думу и, естественно, освободились места списочного состава наших депутатов. И сегодня по рекомендации уже политического совета будет принято решение в отношении тех лиц, которых мы будем рекомендовать на освободившиеся должности. Индивидуальным предпринимателям решили запретить продавать пиво. Соответствующий проект подготовило Министерство финансов страны. Подробности у нашего экономического обозревателя Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Недолго музыка играла. После резкого скачка нефть снова дешевеет. За один баррель черного золота сегодня дают 49 долларов 20 центов. Американская валюта дорожает. На 24 ноября Центробанк установил курс доллара на отметке 64 рубля. Евро 68 рублей 5 копеек. Золото стоит 2490 рублей. Серебро 34 рубля 12 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 65 рублей 56 копеек. Дороже всего продать за 62 рубля 44 копейки. Лада Веста не доедет до Германии в этом году. Работы по подготовке машины к экспорту вышли на финишную прямую. Но до Европы Веста доберется только в январе 2017 года. Индивидуальным предпринимателям хотят запретить продавать пиво. Торговать пенным напитком смогут только юридические лица. Соответствующий законопроект подготовило Министерство финансов страны. Но, как гласит знаменитое выражение, губит людей не пиво. Самарцы задолжали за воду больше 1 миллиарда рублей. Но ресурсоснабжающая компания обещает, спокойно жить должникам не даст. Взымать все недоплаченное будут через суд. На этом все. Удачи в делах. Новый поворот в расследовании трагического происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту смерти матери новорожденных тройняшек осенью этого года. Напомню, 6 сентября на больничной койке скончалась Елена Николаева. Больницу она провела несколько месяцев после кесарево сечения. Хронику событий восстановит Валерия Макарова. Попал годик. Матю испугалась. Но нет, не сажать. На грани жизни и смерти их мама Елена Николаева оказалась сразу после рождения сыновей. Вся беременность протекала без осложнений, и малыши появились на свет здоровыми. А вот состояние мамы с каждым днем становилось все хуже. По словам родных Елены, врачи объясняли это реакцией на наркоз. Однако через три дня женщина попала в реанимацию. Там в течение двух недель она перенесла восемь операций. Состояние Елены улучшилось, но из ее легких ежедневно откачивали до полутора литра жидкости. Отделения пульмонологии в Пирогово нет, поэтому женщину перевели в больницу Середавина. Там она и скончалась во время очередного диализа. Случаем заинтересовался Следственный комитет. Проверка доказала, что Елена умерла из-за недобросовестного исполнения врачами своих профессиональных обязанностей. Это и стало основанием для заведения уголовного дела. На данный момент назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Также будут допрошены медицинские работники, как в больницу Пирогово, куда первоначальник вступила женщина, где она родила тройню, так и в больницу Середавина, где наступила ее смерть. Пока подозреваемые не установлены. Теперь следователям первого отдела по особо важным делам предстоит выяснить, кто именно из врачей виновен в смерти Елены Николаевой. В данный момент ничего не ожидаем, пока только на стадии начинается расследование. Следователь пригласил один раз, мне опросы сделала. Завтра приглашает второй раз на опрос. Мы надеемся, чтобы было расследование объективное. В семье Николаевых растить в трех сыновей помогают буквально всем миром. Никто без внимания не оставил нашу семью. Мы помогают, как могут. До сих пор питание несут, одежду несут. Матвей, Борис и Глеб растут под присмотром бабушки и двух нянь, что, конечно, затратно. Помочь семье можно, отправив средства на счет, которые вы видите на экране. Валерия Макарова, Константин Головин. События. На миллиард рублей выписано штрафов нарушителям правил дорожного движения с начала года. В помощь инспектору теперь оборудование фотофиксации. Госавтоинспекция отмечает, что где установлены камеры, водители стали более дисциплинированы. И это уже позволило улучшить статистику ДТП в регионе. Движение на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу и превышение скорости. Нарушения, которые, по данным полиции, чаще всего приводят к ДТП. Выявлять лихачей на дорогах помогают камеры фотофиксации. В регионе их более полутора сотен – стационарных и передвижных. В этом году планируется установить еще 40 в специальных антивандальных корпусах. Уже в декабре на этом участке улицы Пензенская появится камера. Она будет фиксировать нарушения на дороге. Здесь установят так называемый полустационарный объект. Камера будет находиться на этом участке, пока здесь не снизится аварийность. Потом ее перенесут в другое место. Устанавливать камеры в регионе продолжат и в следующем году. Зоркое око будет следить за соблюдением правил дорожного движения еще на 73 перекрестках. Большинство из них в Самаре. Первые камеры наблюдения на магистралях региона появились пять лет назад. За это время на участках, где они установлены, отмечают полицейские, водители стали более дисциплинированными. Но все же нарушения случаются часто. В основном из-за банальной неграмотности автомобилистов. Нередко по этой причине водители игнорируют стоп-линию. Граждане ошибочно считают, что если нет разметки, то я могу заезжать куда мне угодно. И до конца перекрестка ехать. То есть в правила не заглядывают. Но в правил дорожного движения у нас приложение к правилам следствия о том, что если отсутствует разметка или противоречит она знаку, то нужно руководствоваться, соответственно, знаком. И везде, где у нас есть стационарный комплекс фиксации таких нарушений, соответственно, у нас есть знак стоп. И нужно, конечно, ориентироваться по нему. С начала года полицейские региона выписали более полутора миллионов штрафов на сумму свыше миллиарда рублей. Большую часть нарушителей оплачивают, но есть и те, кто не спешит этого делать. Для них предусмотрены особые меры. Тех, кто задолжал свыше 10 тысяч рублей, лишают прав на срок до полутора лет и не выпускают за границу. Таких в регионе уже 17 человек. Чтобы не стать штрафником, полицейские советуют чаще заглядывать в правила дорожного движения. Алина Чемерис, Василий Калдашов, Константин Головин. События. 36 тысяч первоклассников пойдут в школу в следующем году. А 16 декабря стартует прием в первые классы. Принимать заявление уже начнут лицеи и гимназии, в которые идут дети со всего города. Общеобразовательные школы откроют запись чуть позже, в конце января. Подробнее расскажет Мариана Мирная. Мест хватит всем. В следующем году в первый класс отправится на 3,5 тысячи ребят больше, чем в 2016. Прием заявлений будет проходить в два этапа. Первый начнется 16 декабря. В 9 утра откроется электронная регистрация в 17 так называемых статусных учебных заведениях. Это профильные лицеи и гимназии. Первый этап мы подаем заявление. Второй очень важный этап. И здесь ключевая будет цифра, которую нужно запомнить. Три рабочих дня с момента подачи заявления. Вот в течение трех рабочих дней необходимо родителям перечень документов установлены. У вас в материалах он есть. На сайте есть, я не озвучиваю. Нужно принести эти документы, собственно говоря, в образовательную организацию. И дальше у нас следующая цифра, следующий шаг. Мы должны узнать свой результат. На это у нас есть 7 дней. Если не удастся попасть на свободные места в профильных школах, с 23 января 2017 года откроется запись в обычные общеобразовательные школы с закрепленными территориями, в которых есть гарантия поступления. В Самарской области в первый класс планируют пойти 36 тысяч первоклассников. И чтобы учиться в определенном учреждении, нужно соблюсти необходимые правила. В правилах приема в школах устанавливается основание для аннулирования заявления. Ну, например, заявления подальг в электронной форме, но в течение трех рабочих дней не пришли с платежным документом. Заявление аннулируется на четвертый рабочий день. Вся информация о том, как записать ребенка в первый класс, содержится как на портале образовательных услуг, так и на информационных стендах в самих школах. Записать ребенка в школу можно двумя способами – онлайн или обратившись в учебное заведение. Мариана Мирная, Василий Колдашов. События. Людям с ограниченными возможностями здоровья помогут в труду устроиться. Это главная задача нового пункта Центра занятости, который открыли в Самаре. А в его базе уже более 600 вакансий. Специалисты готовы еще и психологически поддержать в сложной ситуации. В том, что любые трудности преодолимы, уверены герои нашего сюжета. Главное бюро медико-социальной экспертизы – то место, где человек официально получает статус инвалид и свою программу реабилитации. Теперь здесь работает филиал Центра занятости, специально для людей с ограниченными возможностями. Это очень удобно, что все в одном месте, считает Юлия Ломкина. Найти работу ей помогли как раз в Центре занятости. И сегодня Юлия своим примером мотивирует инвалидов возвращаться к работе. Люди бывают всякие, и мы понимаем, что с инвалидностью человека, когда он получает инвалидность, у него морально тяжело. Но мы объясняем, что на этом жизнь не закончилась. То, что жизнь продвигается, и надо жить дальше. В Самаре это первый опыт подобного соседства бюро и центра занятости. Так, помощь инвалидам должна выйти на новый уровень, стать более адресной, считают в Министерстве труда. Хотя самарские центры занятости уже больше 15 лет работают с инвалидами. Людей с ограниченными возможностями трудоспособного возраста в области почти 74 тысячи. Самарская область по трудоустройству инвалидов этого возраста стоит на втором месте по ПФО и 12 место по России. И практически у нас работающих инвалидов 35%. То есть это достаточно высокий процент. Надо сказать, что по России это 30,2%. Здесь объединенные усилия города, области, Министерство труда, конечно же, службы занятости. Все сделают для того, чтобы спокойно развиваться, не чувствовать никаких ограничений и жить так же, как жил до этого. Сейчас в базе нового филиала центра занятости 600 вакансий для инвалидов. Предлагают место бухгалтера, психолога, архивариуса и врача. С каждым соискателем здесь работают индивидуально, учитывая его желания и особенности здоровья. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Далее коротко о других темах дня. В Самарской области продано почти 70% облигаций народного займа. Напомним, открытая продажа облигаций стартовала в сентябре. С их помощью областное правительство рассчитывает привлечь деньги населения для реализации различных проектов. В качестве пилотного выбран проект застройки исторического центра Самары «Пять кварталов», оператором которого выступает Самарский областной фонд «Жилья и ипотеки». Сызраня судили 20-летнюю студентку политехнического колледжа. Она с помощью специального кода перевела на свою карту 100 тысяч рублей с терминала салона сотовой связи. Комбинацию, с помощью которой можно перевести средства через терминал самообслуживания, девушке показала ее подруга, которая работает в салоне связи. Студентка отправилась в соседний салон и там провела операцию. Суд признал девушку виновной по статье «Грабеж» и назначил наказание в виде 160 часов обязательных работ. Случай вандализма произошел в селе Терновое рядом с Рождествено. Там снесли советский памятник в виде терпа и молота. По словам местных, одна из жителей села наняла рабочих, которые распилили Стеллу на части. Очевидцы вызвали полицию, которой задержали мужчин, а те указали на заказчицу. Теперь женщина должна восстановить памятник за свой счет. Алексей Транцев, руководитель Самарской организации «Инклюзивный клуб добровольцев», активист Общероссийского народного фронта, вошел в состав Центрального штаба ОНФ. Алексей активно выступает за развитие добровольческого движения как в области, так и в стране. «Инклюзивный клуб добровольцев», созданный по его инициативе, является первой общественной организацией в России, чья деятельность направлена на продвижение инклюзивного социального волонтерства. «Пятница» может наступить и в среду, если она черная. Сегодня в полночь стартуют распродажи в интернет-магазинах. В течение 72 часов жители России, Казахстана и Республики Беларусь смогут приобрести свыше 100 тысяч наименований товаров со скидками до 90%. Участие в «Черной пятнице» подтвердили более 300 интернет-магазинов. Ежегодно в дни скидок покупки совершают от 3 до 6 миллионов человек. Средний чек составляет 3000 рублей. В топ-5 самых востребованных товаров входят электроника и бытовая техника, одежда, обувь, детские товары и косметика. Самара в списке самых активных городов наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодаром. Все народы на одной сцене. В Самаре прошел межнациональный фестиваль детского и юношеского творчества «Во славу земли Самарской». Его проведение приурочено в 430-летие города. Выступали коллективы в традиционных костюмах и на разных языках. Но цель одна – показать, в дружбе мы едины, а значит и непобедимы. Песню о Самаре старшеклассница Анастасия Попова сочинила вместе с родителями специально для фестиваля. Сама она родилась в Сызране и о том, какую тему выбрать для песенного творчества, думала недолго. Все перед глазами. Город, который стал для нее родным. Про Волгу, про ракету, которая у нас стоит, про небеса, про наш потрясающий город. То есть мне было очень легко сочинять, потому что у нас потрясающе красиво и много таких мест. Но Россия – это, конечно, великая страна. Мы очень многонациональные, принимаем всех. Приветствие участникам направил глава города Олег Фурсов. Первый городской межнациональный фестиваль искусств детского и юношеского творчества собрал десятки исполнителей. Организатор национально-культурной автономии Чувашей Самары и Самарской области. Впрочем, на сцене представлен весь Дом дружбы народов. Состав участников столь же многообразен, как и пестрая палитра народов по Волжье. Все они пока еще юные россияне, должны знать и уважать культурные традиции тех национальностей, вместе с которыми живут буквально на одной улице. Самара. Название Самара. Сама великая, сама широкая, сама добрая. И поэтому наш фестиваль соединяет детей всех национальностей. Ведь только в единении, только в дружбе мы можем жить в мире. Когда мы друг друга понимаем, когда мы друг друга слышим, когда мы друг другу помогаем, в этом и есть смысл жизни. Чуваши, русские, казахи, евреи, все, кем богата Самарская земля, представлены на фестивале. И не только. Много студентов приехали из дальних стран. Студент Самарского университета Льюис Гомес из Анголы только еще начал изучать великий и могучий, но уже успел полюбить Самару. Самара очень хорошо, очень хорошо. Я люблю. Мариана Мирная, Олег Зверев, Максим Гусев. События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Самарские дзюдоисты выиграли Гран-при Китая. Серебро и бронзу привезли тэквондисты с чемпионата России. Баскетбольная Самара победила в Суперлиге и поднялась на пятое место. Баскетболисты Самары на выезде победили столичный МБА в чемпионате Суперлиги. Матч проходил с переменным успехом. Сначала лидерство захватило Самара. Середина поединка прошла в равной борьбе, что и отразилось на табло несколько раз равным счетом. Все решили последние 26 секунд четвертой четверти, когда волжане ввели в одно очко. Голевую инициативу взял в свои руки Даниил Синегубов, забросив в корзину победные мячи. 74-69, триумф Самары и клуб с шестого места поднялся на пятое. Лидер чемпионата страны Новосибирск. Следующий матч волжане сыграют в Ижевске в рамках 1-8 финала Кубка России против Купола Родники. Две медали завоевали самарские тэквондисты на чемпионате России в Москве. Вячеслав Минин занял второе место. В финале он проиграл Арману Игралиеву из Астрахани. Бронзовая награда нашла Рафаэля Аюкаева. В его весовой категории чемпионом и серебряным призером страны по тэквондо стали братья из Иркутска – Олег и Роман Кузнецовы. Кубок Китая под Зюдо выиграла Анастасия Конкина серебро у Ислама Яшуева и Марии Персидской. В Циндао за награды боролись полторы сотни спортсменов из 15 стран. В составе сборной России было и четыре самарских дюдоиста. Наибольшего успеха добилась Конкина на пути к Гран-при. Анастасия весовой категории 57 килограммов положила на обе лопатки спортсменок из Китая и Таиланда. В этом сезоне Конкина выигрывает второй Гран-при. Месяц назад она стала чемпионкой в Ташкенте. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже более 11 миллионов просмотров на Ютьюбе. Подписывайтесь на самаргис и смотрите все самое интересное. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения для смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. До встречи! Твиттере, скачивайте приложение для смартфонов и планшетов на Ютьюбе. Продолжение следует... Твиттере, скачивайте приложение для смартфонов и планшетов на Ютьюбе. Продолжение следует... Продолжение следует...